Уверен, что вопросы будут. Вот смотрите, в случае существования и Израиля, и Церкви, каковы, как вы думаете, будут критерии их разграничения? Какими будут отличительные черты? Что говорит книга Откровения? Это будут две разные группы? Не уверен, что здесь будут отчетливо выделяться две группы. Все это в высшей степени умозрительно, поскольку библейская основа для анализа исчерпана. Поэтому я перехожу из области богословского убеждения в область богословского мнения, в область богословских предположений. Крайне важно обозначить это прямо сейчас. Полагаю, что фундаменталистский подход от подхода «хочется верить евангельского» отличает в том числе то, что в последнем присутствует такое понятие, как «богословско-догматическая категория» или «граница», позволяющее отделить богословские убеждения, которые, собственно, служат основой для определения себя, как христианина, от богословских мнений, которых вы можете придерживаться довольно строго, но допуская при этом возможность альтернативных подходов у других христиан. И далее от богословских рассуждений или предположений, имеющих гораздо более широкое основание, чем непосредственно текст Священного Писания, а значит, и шанс быть ошибочными, что проверить довольно трудно. Но звучат они вполне убедительно. Ваш вопрос, безусловно, справедлив, но он выводит меня в область умозрительных рассуждений, так как никакой дополнительной библейской основы у меня нет. Мне представляется, что наш Господь не отказался от своих отличительных признаков. Помните, «посмотри руки мои и вложи руку твою в ребра мои». Даже будучи в преображенном теле, он не отказывается от своего физического обличия, которое, к слову, было еврейским. Пока все. Подумайте над этим. А почему мы рассматриваем Израиль и Церковь как две разные общности? Исключительно применительно к вопросу спасения, когда Павел говорит, «но и те, если не пребудут неверие, привьются, потому что Бог силен опять привить их». Проводить различия можно и нужно лишь в том случае, если оно обосновано экзогетически. Только в этом случае оно допустимо, наряду с сопутствующими богословскими построениями. Однако, если этой экзогетической основы нет, то и звучать оно будет неубедительно. Таким образом, если мы допустим, что подобные разграничения серьезно обоснованы экзогетически, то в чем тогда состоит Ваш вопрос? Меня интересует, насколько быстро мы перейдем из области экзогетически обоснованной аргументации в область произвольных рассуждений. Довольно быстро. Думаю, что довольно быстро. Мой преподаватель по богословию Броттон Нокс был омиленаристом. Однако эсхатологии, если я не ошибаюсь, при получении моей первой степени мы уделили минут 20. Разумеется, в конце концов он сказал, «я панмиленарист», то есть в итоге все будет хорошо. Он полагал, что покуда человек придерживается учения о пришествии Божием, он христианин в традиционном понимании этого слова. Самый настоящий евангельский христианин. Сам он был омиленаристом. Тем не менее, он не считал, что это стоит тематизировать настолько, чтобы это отвлекало человека от служения Евангелия. Видите ли, испортить и сказить Евангелие можно по-разному. Не помню, говорил я вам об этом или нет, но другим говорил, так что почему бы не сказать и вам. Здесь я исхожу из представлений Джона Чарльза Райла, выдающегося евангельского богослова 19 века. Итак, он утверждает, что исказить Евангелие можно разными способами. Во-первых, путем прибавления. Когда Христа пытаются дополнить чем-то еще. Это, в частности, пытались сделать галаты. Иудействующие христиане пытались совместить Моисея и Христа, впадая тем самым в ересь, получившую название галатийской. Аналогичным образом характеризуется и так называемый новый взгляд на Павла, также предполагающий свои дополнения ко Христу. Далее, Евангелие можно исказить путем вычитания, когда в его изложении мы опускаем какие-то значимые, ключевые моменты. Первое Иоанна, как мне кажется, направлено в том числе и против этого. «Ибо были те, кто отрицал, что Христос пришел воплоти». Фактически, они отрицали воплощение, полноценную человеческую сущность Христа, воспринимая Его как Духа. А отрицание факта воплощения, как вы понимаете, существенно меняло и само Евангелие. Итак, второе вычитание. «Исказить Евангелие можно и вставками, помещая кого-то или что-то между собой и Христом. Это, в частности, не устраивало Райла в католицизме, где между человеком и Христом появляется Дева Мария. И это как раз пример вставки. В качестве посредников иногда выступают святые, таинства и так далее. Однако наиболее актуален, на мой взгляд, четвертый, выделенный им способ искажения Евангелия. Больше всего Райл критикует диспропорцию. То же самое может наблюдаться и в эсхатологии. Итак, люди могут исказить Евангелие нарушением должной пропорции, представляя его преимущественно как график следования к концу, если можно так выразиться. А это, как я считаю, ошибочное представление. Интересно отметить, что если обратиться к книге Деяний и посмотреть, какие проповеди были обращены к евреям и язычникам, то мы заметим, что они были не о семи годах Великой Скорби или времени восхищения Церкви до или после, не о милленаризме или постмилленаризме. Речь шла о грядущем суде, на котором судьей будет Христос. Помните, как написано в Священном Писании, дадут ответ, имеющему вскоре судить живых и мертвых. То есть акцент падал на Новый Завет и заповеди. Посему да, можно выражать какие-то богословские мнения, можно рассуждать, и в этом нет ничего предосудительного. Напротив, здесь есть определенный богословский смак. Но при этом мнения должны сохранять статус мнений. Поскольку, если вы... Так, пошла проповедь. Если вы не усвоите этого за годы учебы в семинарии, значит, мы плохо преподавали. Без представления о таких догматических категориях, как убеждения, мнения и рассуждения мыслить богословски не получится. И это актуально как для пасторов, так и для проповедников и богословов. Вопрос. У меня появился еще один вопрос. Это по поводу различия между вторым и третьим подходами. Евреи и язычники, их спасение. Какую роль во всем этом играет вера во Христа? Какое влияние факт веры во Христа оказывает на подходы 2 и 3? Да, да. Я думаю, я не вполне корректно сформулировал. Я имел в виду, в чем особое положение Израиля. Хороший вопрос. Что здесь можно выделить? Позвольте обратить ваше внимание вот на что. Такой небольшой экспромт. Эту мысль мы, возможно, разовьем позже. Когда вы рассматриваете подобные вещи, в исторической перспективе вы предлагаете так называемый теологумен. Не волнуйтесь, и это не смертельно. Теологумен — это богословское мнение, предлагаемое для обсуждения и не являющееся общеобязательным. Я бы сказал, если позволите, что это одно из слабых звеньев в нашей богословской традиции. Поскольку возможность поделиться своими теологуменами, мнениями, воззрениями, которые, к слову, могут вполне оказаться несостоятельными, экзогетически неверными, стимулирует у людей творческий подход. Подозреваю, отвлекаясь от нашей с вами темы, подозреваю, что проблема с открытым теизмом при наличии возможности у людей в наших церквях представить свой теологумен не достигла бы того состояния тех масштабов, которые сейчас наблюдаются. Поскольку такой возможности, как правило, нет, если кто-то выражает какое-то мнение, в книгах и блогах начинается война. Это подавляет творчество у евангельских христиан. К числу постоянных источников теологуменов можно, например, отнести Николаса Райта. Честно говоря, мне очень приятно, что он именно евангельский христианин. Еще одно имя — Алистер Макград. Ведь не давать людям возможность выразить свои мнения, пусть даже ошибочные, значит, давать им повод выйти из рядов евангельских христиан. Так вот, мой вам теологумен. Мне представляется, что при втором подходе предполагающим существование одного народа, которым выделяются верующие евреи и верующие из язычников, можно прийти в церковь, которая его придерживается, и услышать, «Вообще-то я верующий еврей». Полагаю, что неевреи в этом случае ничего подчеркивать не станут, а назовут себя просто христианами. А вот евреи, вполне возможно, подчеркнут свою этническую принадлежность. По поводу выделения двух разных групп можно предложить следующий богословский аргумент, что можно создать мессианские синагоги. То есть верующие евреи могут собираться вместе и формировать еврейские христианские синагоги. Такие, например, как в Хайланд-парке, Лейк-каунте и в Израиле, и так далее. Таким образом, выделение групп в рамках Божьего народа служит основанием для формирования еврейского-мессианского движения, чего, на мой взгляд, другой подход не предполагает. Это, в свою очередь, допускает определенные выводы. Опять-таки, на мой взгляд, так вполне возможно, первый подход, еврейский ли ты христианин или нет, призывает евангелизировать евреев. Третий подход в деле евангелизации ортодоксальных евреев отдает предпочтение мессианским евреям. Видите, какие могут быть следствия? К некоторым из этих вопросов мы еще обратимся в рамках систематического богословия. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте Я думаю, что это, скорее всего, человеческое разделение, а не Божье. В этом и заключается вопрос. Вопрос в том, насколько это обосновано с точки зрения экзогетики, что, в свою очередь, определяется вашим пониманием 1 Петра 2, Галатам 6, 16, Римлянам 9-11. Поскольку люди, которые выступают против разграничения, и те, кто видит в нем необходимость, фактически спорят по поводу библейских текстов и наиболее корректного их толкования. А как, насколько третий подход соответствует тексту из послания к Колоссинам? Там, где говорится, что нет уже ни Иудея, ни Эллина. Вы сейчас говорите о Галатам 3, 28? Колоссинам 3, 11. О чем там говорится? Где нет ни Эллина, ни Иудея, ни Обрезания, ни Необрезания, Варвара, Скифа, Раба, Свободного, но все и во всем Христос. Открываю этот текст, так как подозреваю, что он будет иметь сходство с Галатам 3, 28. Итак, Колоссинам 3, 11. Речь здесь идет о совлечении ветхого человека и обличении в нового человека. Думаю, различий здесь нет вот в чем, чтобы отказаться от прежнего образа жизни и воспринять новый, новый образ жизни во Христе. Вот здесь уже нет разницы, варвар ты или елен. Чего-то следует совлечься и во что-то облечься. Галатам 3, 28 гласит, нет уже Иудея, ни Язычника, нет Рабани, свободного, ни мужеского, полонеженского. Все это говорится о спасении. Иудей ты или Язычник, твое спасение во Христе. А вот теперь, если рассмотреть нечто противоположное, говоря об этнических особенностях и различиях, скажите, какая их часть смешивается среди тех, кто находится во Христе, если вообще смешивается. Остается ли какая-то часть предшествующей идентичности, когда мы воспринимаем новую христианскую идентичность? Да, то же самое относится к мужчинам и женщинам. Иначе говоря, это касается различий не только по национальному, но и по половому признаку. То есть теперь, когда у нас есть Евангелие, что меняется? Ведь мы по-прежнему остаемся мужчинами и женщинами, такими, какими создал нас Господь. Подобным образом, если ты скажешь «Скиф», а не «Елен», приходя ко Христу, ты не перестаешь говорить на своем родном языке, будь то скифский или еврейский. Мы по-прежнему ограничены теми же рамками. Однако в спасении они не играют определяющей роли, есть лишь один путь. Если мы хотим жить богоугодно, нам следует от чего-то отказаться и что-то воспринять. Понятно? Вам знакома позиция Робинсона по Галатам 6.16? Как вы говорите, «Робинсон»? В чем она заключается? По-моему, это из его книги, которая называется «Израиль Божий». Так вот, в отношении Галатам 6.16 он говорит, что все зависит здесь от того, как мы переведем союз «кай» по-гречески. Тем, которые поступают по всему правилу мир им и милость и Израилю Божию, в этом стихе написано, или «но» Израилю Божию, или же «но» Израилю Божию. Да, это как раз пример того, о чем говорит данный комментатор. Действительно, он говорит о том, что ваша позиция будет зависеть от того, как вы понимаете, как вы переводите этот союз «кай». Вот почему я говорю, что у этого спора есть как богословская, так и экзогетическая сторона. Скажите, а остаются ли какие-то отличительные черты между теми, кто продолжает следовать закону, будучи христианами и другими христианами? Хороший вопрос. Итак, сохраняются ли различия в части следования закону? Хочу попросить вас задать свой вопрос несколько позже. В рамках дальнейшей темы «Богоугодная жизнь» этот вопрос еще возникнет. Закон Божий и Новый Завет лицом к лицу. К этому мы еще вернемся. А пока буквально в общих чертах представляется, что Павла волновал этот вопрос, судя по посланию. Традиционно считается, что сердцевиной послания к римлянам являются главы с первой по восьмую, которые раскрывают Евангелие. Сегодня же утверждают, что ключевые главы это главы с девятой по одиннадцатую. Основным стимулом написания данного послания послужило то обстоятельство, что апостол Павел планировал добраться до Испании через Рим. Однако в Риме выявились проблемы, а именно трудности, связанные с христианами из евреев и с христианами из язычников. Так вот, данные проблемы отразились на практических вопросах, которые исследуются в римлянам 12-15. Между братьями и сестрами в церкви возникали разногласия по поводу пищи, дней поклонения. Как пишет Павел, иной отличает день от одни, а другой судит о всяком дне равно. Не случайно поэтому богословы подчеркивают, что апостол Павел пишет Коринфской церкви, Галатийской церкви, Ефесской церкви, но нигде он не пишет Римской церкви. Скорее всего, общего богослужения у них не было. Разрозненные группы собирались по домам. Отдельно христиане из иудеев, отдельно христиане из язычников, между которыми были трения. Вот конкретно в связи с этим и возник вопрос. Видимо, некоторые евреи продолжали соблюдать свои иудейские традиции, в то время как язычники, понятно, этого не делали. Считая подобные вещи абсурдными, так вот Павел призывает христиан в Риме помнить о немощных братьях. Поскольку каких бы взглядов на этот вопрос ты не придерживался, тебе все равно когда-то придется предстать пред Христом и дать отчет за то, как ты относился к своим братьям и сестрам во Христе. Независимо от того, еврей ты или язычник, так как, мне кажется, рассуждает Павел. Повторю, вопрос хороший, к нему мы еще вернемся. Вопросы по этой теме еще есть? В расписании курса первоначально я запланировал соответствующий семинар, если у нас будет время, конечно. Здесь однозначно есть, что обсудить. Семинарские задания я вам, конечно, дам. Надеюсь, вы выполните их в свое свободное время, которого, и я отдаю себе в этом отчет, вполне возможно, не будет. В рамках семинара мы должны были сравнить исход 19 и 1 Петра 2, а конкретнее использование в Петра выражения из исхода, а также попытаться выявить элементы преемственности и прерывности в сравнении и противопоставлении. Но пока мы этим заниматься не будем. Продолжение следует... Продолжение следует...